Об элементарных правилах безопасности на льду напомнили сотрудники департамента ПУЧС Западно-Казахстанской области. В ходе брифинга на региональной площадке коммуникации начальник управления департамента по чрезвычайным ситуациям рассказал о текущем состоянии водоемов региона. В текущем зимнем сезоне погода переменчивая, морозы сменяются резким потеплением. Из-за этого на некоторых участках рек лед может становиться тонким, местами могут образоваться промоины, поэтому на льду стоит быть крайне осторожными. Не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда, собираться группами на отдельных опасных участках льда, приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду, выезжать на транспортных средствах на лед, так как у нас не имеется автомобильных переправ. Также запрещается разведение огня и оставлять на льду снасти и мусор после рыбной ловли. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают, прочности льда для одиночного пешехода – это лед зеленоватого оттенка толщиной не менее 10 сантиметров. Нельзя проверять толщину льда ударом ноги. Массовые спортивные и праздничные мероприятия, а также автотранспортные переправы может быть организовано при толщине льда не менее 25 сантиметров. При авариях, когда автомобили проваливались под лед, водители не соблюдали эти правила безопасности. В 23-м году, 21 января, в Ахжаинской районе Западно-Казахстанской области под лед провалился автомобиль «Ларбус». К счастью, погибших нет. Водитель успел выйти. Получается, выехал неустановленное место и провалился частично. В этой связи на водителя был составлен административный протокол по 412 статье за нарушение правил безопасности на водоемах. В текущем зимнем сезоне чрезвычайных ситуаций на водоемах Западно-Казахстанской области не зарегистрировано. При этом, в целом, за весь период 2023 года утонуло 16 человек, четвери из которых дети. На сегодняшний день толщина льда на водоемах области составляет в среднем 20-25 сантиметров, за исключением некоторых участков на реке Урал, где толщина ледяного покрова не превышает 15 сантиметров.